Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Когда люди говорят о вас с другими, какие вещи они говорят? Какое свидетельство вы имеете перед другими? Когда люди говорят другим, что они говорят? Что ж, сегодня мы очень коротко, поговорим о человеке, имевшем благочестивое свидетельство. Возьмите свои Библии и посмотрите вместе со мной послание к Колоссянам, 4 главу. Павел завершает это послание, и нет никакого сомнения в том, что он любит эту общину. Он любит членов этой общины. И в то время, как он пишет из тюрьмы, его наиглавнейшее желание – послужить им и утешить их, привести все в порядок, чтобы они жили послушной жизнью, ища воли Божьей и исполняя цели Божьей. Здесь Павел говорит о конкретных людях, и делает это на протяжении нескольких стихов. Он говорит о людях, важных для него, о тех, кого он считает своим единственными сослужителями. Есть и другие служители, но они – сослужители с ним для цели Царства Божьего. И страстное желание Павла – не только Царство, но, как мы и говорили на прошлой неделе, его страстное желание – исполнение воли Божьей. И мы увидели что-то еще, не упомянули это, но увидели что-то еще. И это взаимосвязь между проявлением воли Божьей и молитвой. Давайте вернемся к тому, на чем мы остановились на прошлой неделе. Послание к Колоссянам, 4 глава. И Павел говорит в 12 стихе. Он говорит о человеке по имени Епофраз. Он один из вас из этой общины, и он – раб Мессии. И заметьте, что он делает. «Всегда борющийся за вас в молитвах, чтобы вы были совершенны и исполнены во всем». И идея здесь такая. «Во всем, что относится к воле Божьей». 13 стих. «Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность». Остановимся на какое-то время. Мне интересно, что скажут о вас в том аспекте, что касается духовных целей, служения, духовных вещей, служения Богу, откровения Писания. Скажут ли они, что у вас великая ревность во всем, что касается Бога, что касается Его воли, духовного благословения, что касается появления другим людям, духовного свидетельства, угодного Богу. Этот человек, может, вы не знаете его имени, может, я не произношу его правильно, но то, что говорит о нем Павел, очевидно. Он высокого мнения об этом человеке. Он одобряет его. Павел сказал, «Он из вашей общины, он из вашей группы». Он борется за вас в молитвах. И что он имеет? Я люблю это. Он имеет великую ревность. А что это значит, великую ревность? Он имеет великую ревность в том, чтобы дела Божьи проявлялись в этой общине. Он молится не за себя. Он молится за то, чтобы духовная истина, послушание Слову Божьему, проявлялись в этой общине. Итак, Павел говорит, «Снова посмотрите 13 стих». «Свидетельствую о нем, или про него, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лау-Ди-Ки». Я упоминал о том, что эта община была расположена рядом и третья в Иераполе. Так что этот человек служит трем общинам. Павел пишет это послание колоссянам, но мы увидим, что Павел хочет пойти дальше этой общины. Он акцентирует, чтобы и верующие из Ла-Ди-Ки тоже прошли это послание. Переходим к 14 стиху. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный». Нет сомнения в том, что здесь мы говорим о Луке, написавшем Третье Евангелие и книгу Деяния. Лука также драгоценный сослужитель с апостолом Павлом. Он ходит и служит, смиренно исполняет дела Божьи. Так что говорит Павел? Он пишет о Луке и говорит, «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный». И также еще один человек, Димас. Мы ничего не знаем о нем, но Бог знает его. Он знает о своем верном слуге. И Павел также знал об этом верном слуге Божьем. Я думаю, замечательно то, что когда Павел пишет это послание, он помнит не только о себе, но мы видим, как Павел свидетельствует о других людях. А что можем взять из этого мы? Очень важную истину. И это то, что когда мы размышляем о Павле, я имею в виду большинство из нас, мы смотрим на Павла с почтением, что и следует делать. Он великий апостол. Он сделал так много, путешествовал так далеко, послужил столь многим и страдал так сильно, как и свидетельствует это письмо, он по-прежнему в оковах в тюрьме. Но тем не менее, Павел продолжает дело и осознает что-то. Заканчивая послание, он упоминает нескольких людей, потому что Павел осознает, что точно так, как он служитель Бога, так и эти люди. Может, вы никогда не слышали о Димасе, но, тем не менее, Бог наблюдает, Бог знает его, Бог видел служение этого верного человека так много лет назад. И когда придет время получать великую награду, можете быть уверены, что эти люди будут вместе с Павлом, и они получат награду, наследие, о чем мы упомянули раньше. Итак, он пишет, «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас». 15 стих. Термин здесь означает «Приветствуйте». На иврите мы бы, вероятно, сказали «Дришат шалом», что значит «Доброе пожелание воли Божьей». «Приветствуйте братьев Владики». И также здесь упоминается человек по имени Нимфан. В переводе греческого Нового Завета «нестле», «аланда». Это место переведено по-другому. Они считают, что это женщина по имени Нимфа. Но в текстус «рецептус» это мужчина, так что мы не уверены. В моем переводе греческого Нового Завета сказано «И домашнюю церковь его». Итак, мы видим, что вы можете делать. Этот человек, будь это мужчина или женщина, устраивал собрания общины в своем доме. Не надо недооценивать то, что могут делать небольшие собрания. Они могут влиять на людей. Там могут собираться для поклонения Богу. Как говорит пророк Захария, «Не пренебрегайте малыми началами». И иногда эти малые начала, мы не видим изменений здесь, в этом мире, но они имеют великое воздействие в Царстве Божьем. Итак, Павел пишет, «Приветствуйте братьев Владики и домашнюю церковь его». 16 стих. «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно прочитано было и в Лаодикийской церкви, чтобы было прочитано и в той общине. А то, которое из Лаодикий, прочитайте и вы». Это говорит нам, что Павел написал это послание не только к Колоссянам. Он хочет, чтобы оно было прочитано и в Лаодикий, но также предполагается, что он написал послание и в Лаодикий. И он хочет, чтобы это послание, которого у нас нет, чтобы оно было прочитано Колоссянам, чтобы они прошли его. 17 стих. «Скажите, и опять-таки, это термин «веление». Павел дает повеление, Павел дает инструкцию что-то сказать кому-то. И кто это? Посмотрите внимательно. Он говорит, «Скажите множественное число, дайте увещевание». Скажите, кому? Этому человеку. Архиппу. Смотрите. И это слово значит «обрати внимание, будь настороже, будь серьезен, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Я думаю, что это очень важное утверждение. Павел дает повеление, говоря этим людям, «Вероятно, он услышал что-то». Он что-то знает об этом человеке. И он получил, заметьте, служение от Господа. Слушая и читая Писание, мы видим, что каждый верующий в своей жизни получил призвание от Бога. Какой-то способ, какой-то образ, служение Спасителю, Господу Мессии Иешуа. И вот что он говорит здесь. Снова посмотрите 17 стих. Он говорит, скажите ему, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Так и нам надо задать себе вопрос, и вот какой. Исполняем ли мы служение, которое Бог дал нам? Может, вы говорите, «А я и не знаю, какое у меня служение». Что ж, это стыдно. Потому что, если вы верны в молитве, верны в применении на практике заповедей, которые мы видим в этой книге, если исполняете волю Бога, я могу заверить вас в следующем. Когда вы начнете слушаться Его Слово, рука Бога будет на вас, и Он поведет и направит вас конкретно к вашему призванию в жизни, к вашему служению, которое Он хочет, чтобы вы исполняли. Бог не поведет вас туда одиноким, скованным, смущенным, неуверенным. Нет. Бог проговорит вам, поведет вас, разовьет служение в вашей жизни для своей цели. Что произошло с этим человеком? Тут сказано, «Исполни служение, которое ты принял в Господе». Обратите внимание на эту фразу, не от Господа, но вот правильный перевод. Смотрите очень внимательно. Он говорит, «Исполнить служение, которое ты принял в Господе». Я бы отметил фразу «в Господе». Это ключевой момент. Если мы в Господе, в Его воле, делаем Его дело, тогда мы будем восприемниками водительства в своей жизни, чтобы знать, как нам служить Господу, чтобы мы делали что-то, исполняли служение, не оставляя дела не сделаны. Вспомните того другого человека. Он участвовал в войне. Вот что это значит. Я сказал «бориться», но это слово означает «войну». Он вел духовную войну, на коленях молясь за эту общину, чтобы у них было благочестивое свидетельство. Читая эту книгу, мы снова и снова видим, что она об одном. Снова и снова мы видим эту истину об общине искупленных, что мы должны иметь угодное, праведное свидетельство перед Богом, чтобы люди могли видеть силу Божью, истину Божью, знание Божье, мудрость Божью в нашей жизни. И все это должно демонстрироваться через что? Через свидетельство. В иврите мы используем слово «ширут», но идея та же самая, что мы призваны быть служителями, исполнителями слова. Не для того, чтобы спастись, а потому что мы спасены. К кому Павел обращается здесь? К верующим. Ну что ж, будем двигаться к завершению. Посмотрите последний, 18 стих. Павел делает его личным. И я думаю, это так важно, потому что Павел был человеком, лично вовлеченным в жизнь многих людей. Он путешествовал с места на место и приобретал друзей в Господе, друзей верующих. Павел не держался надменно. С ним не было трудно познакомиться. Посмотрите, что он говорит здесь. Слова открывают столь многое. Он говорит, «Приветствие моею рукою». Рукою Павла. И я хочу сказать это слово. Павел пишет и придает личный оттенок этому посланию. Он говорит, «Приветствие моею рукою», Павловую. Моей собственной рукой. И что еще он говорит? Он говорит, «Помните мои узы». А почему он это говорит? Большинство ученых считает, что тому есть две главные причины. Первая, Павел страдает. Он страдает за свою веру. Он в оковах. Интересно, что он не просто говорит, что он в тюрьме. Так мы обычно и думаем. Павел пишет их. Эти послания из тюрьмы. Он в темнице. И у нас может сложиться неправильное впечатление. Мы можем подумать, и мы знаем, что одно время он был под домашним арестом. Но интересно, что если вы прочтете это послание, то увидите, что в этом послании Павел столько раз упоминает «я в узах, я в оковах». Это подчеркивается, и это идея, что он в оковах, если у вас есть понимание тогдашней культуры и ситуации, оковы подразумевают страдания. И не только из-за того, что он в тюрьме, лишен свободы, но он больше страдает из-за оков на своем теле. И вот что важно, потому что часто оковы надевались с определенной целью. Я упомянул о страдании. Людей помещали в неудобную позу. Оковы надевались побоями, а затем поднимали лодыжки, чтобы ты лежал на спине, чувствовал боль от побоев. Поверхность могла быть неровной, каменистой, холодной. Таким образом, Павел страдал, так что, возможно, он говорил, «Помните, узы мои, в смысле, молитесь обо мне. Помните обо мне». Помните, как Павел сказал, «Надеюсь, что Бог откроет дверь для слова, чтобы я мог возвещать тайну Мессии, чтобы мне знать, что мне надлежит и необходимо сказать». Павел хочет выйти, чтобы служить. Но может быть и другая причина, почему он говорит, «Помните узы мои». И для чего? Для того, чтобы ободрить людей. Ведь страдания — это часть нашей веры. Будет противодействие. Люди будут отвергать истину и не только говорить, «Ну, это не для меня», но они будут проявлять враждебность. И позвольте мне уверить вас в чем-то. Я не пророк, но я читаю пророчества. И вот что я могу сказать вам. Я читаю пророческие писания, и я, конечно, говорю о библейских писаниях. Нет сомнения в том, что с приближением последних дней, а именно это и происходит, есть пророческие указатели на это. Все больше и больше верующих будет страдать за свою веру. Это реальность. Это задокументировано многими миссионерскими группами, деноминациями и христианскими организациями. Число людей, страдающих в этом мире за свою веру, быстро растет. Это явление охватывает все больше и больше мест. Разных мест, в которых не так давно можно было практиковать свою веру, можно было делиться ею, и проблем не было. Но эта ситуация меняется, и будет меняться все больше. Гонения будут все больше расширяться и усиливаться. Будьте готовы к этому. Так что Павел, говоря «помните мои узы», может иметь в виду и следующее. Будьте готовы к узам и вы. Помните, через что прохожу я, потому что здесь это будете проходить и вы. Помните, о чем мы говорили несколько недель назад? О том, что те, кто принимает Евангелие, принимают призвание к чему? К долготерпению, к страданию. Но позвольте мне завершить решение. Бог всегда обеспечивает решение для любого противодействия. Гонение, печаль и бедствие, с которыми мы сталкиваемся. Неинтересно ли то, как Павел завершает это послание? Он говорит «благодать». Может, в вашей Библии нет определенного артикля перед словом «благодать», но он там есть. «Благодать да пребудет со всеми вами». Аминь. Очень важно, что он говорит это. То, о чем он пишет, мы конкретно изучали в прошлом месяце. Эта информация, это наставление Павел дал этой общине для того, чтобы они были верной общиной, чтобы имели благочестивое свидетельство, надлежащее свидетельство. Чтобы делать это, им необходимо было ходить в благодати. Как я уже не раз говорил, благодать дана не только для того, чтобы спасти нас. Спасет ли нас благодать? Да, спасет. Но благодать — это сила. Благодать дается, не упустите это. Благодать дается через кровь Мессии. Хорошо изучив Писание, вы увидите взаимосвязь между благодатью Божьей и кровью Мессии. Потому что благодать производит искупление, а не бывает искупление без пролития крови. Так что Павел, завершая это послание, говорит этим людям, которых он наставлял, которым повелевал, которых увещевал, что им делать и чего им не делать. И он заканчивает, говоря, «Благодать». И это конкретная благодать, благодать Мессии. Благодать Мессии да пребудет со всеми вами, аминь. Вот что мне нравится в этом. Когда Павел завершает это послание и говорит «аминь», знаете, что это значит? Это значит «верьте этому». Оно происходит от того же слова «истина». «Верьте этому, потому что это истина Божья». Позвольте мне вас что-то спросить. Когда мы читаем в этом послании или в любом месте слова Божьего, верите ли вы в то, что это на самом деле божественная, небесная истина? Чтите ли вы эту книгу? Верите ли, что когда вы применяете ее к своей жизни, Бог начинает участвовать в ней и действовать? Мне интересно, насколько честно вы ответите на этот вопрос. И причина, почему я поднимаю эти вопросы, очень проста. Дело в том, что я вижу, как со Словом Божьим обращаются все более неуважительно. И позвольте мне привести вам пример, прежде чем я завершу это занятие. Речь идет о богословском образовании. Если мы посмотрим на богословские учебные заведения, будь это в Америке, Европе, Азии или Африке, где бы это ни было, происходит изменение, и это не хорошее изменение. Какое? Отход от Слова Божьего, как от истины. Позвольте мне привести вам пример того, что имеет место. Вместо того, чтобы подходить к Слову Божьему так, это Божье откровение мне. А потому мне надо искать значение в пределах текста Писания. Нужно использовать правильные методики, экзегетическую методологию для извлечения истины, чтобы увидеть, что Бог сообщает нам. Но чтобы сделать это, вам надо знать язык или инструменты, которые помогут вам в языке, уделяя внимание грамматике, уделяя внимание словам, тому, как они используются в Писании. Но вот что происходит сегодня. Позвольте мне привести вам пример, подтверждающий то, что я говорю. Более 30 лет назад я поступал в семинарию и искал учебное заведение, где мог бы изучать Слово Божье. И обнаружил, что во многих из них, в большинстве из них, требуется хотя бы частичное знание иврита и греческого. Но сегодня все меньше и меньше богословских учебных заведений, библейских колледжей, предлагают или требуют изучения этих языков. А даже если и так, то нормальная, общепринятая истина, касающаяся языков, грамматики, значений слов и надлежащих методик толкования Библии, это все отбрасывается. А делается вот что. Чему учат? Тому, что я называю ценностями. То, что я использую Слово ценности, не значит, что они ценны в вещах Божьих. Истина ценна для Бога. Его истина, и это единственная истина. Но происходит вот что. Группы, динаминации, религиозные организации, библейские колледжи, семинарии, богословские институты, они берут из Писания то, что считают ценными утверждениями. А затем учат, индокринируют людей в том, что считают надлежащим, в том, что считают основанием своей веры, в том, что считают ценным и в том, чему, как они считают, надо учить. А дальше они учат людей использовать Писание, то есть искать и выбирать из него то, что поддерживает их доктрин. Для этого они искажают Писание, вырывают из контекста, неверно применяют Слово Божье. Они не толкуют его, а манипулируют им для того, чтобы подтверждать свои предвзятые идеи. И происходит вот что. Вместо того, чтобы учить Слову Божьему, знаете, чему они учат? Мыслям человеческим. Предпочтением конкретных личностей. Утверждением исповеданиям того, что они считают ценным. И потому они манипулируют текстом Писания. Дают людям советы на основании своего использования Слова Божьего, а не на основании правильного изучения Слова Божьего, чтобы нам знать откровение Бога. А в результате мы получаем то, что ужасные богословские тренды появляются по всему миру. И это просто соответствует тому, чего нам и надо было ожидать. Потому что апостол Павел говорит нам, что в последние дни будет великое отпадение и отступничество апостаси. А это слово означает отвернуться от доброго и прилепиться к беззаконию. Жить не в свете, не в соблюдении истины Слова Божьего. И что будет? Апостасия приведет к чему? Появлению Антихриста и неправды его, его лжи, его обмана. Так что нам надо быть людьми, которые считают Слово Божье драгоценным, которые понимают, что это истина Божья, которая должна быть нашим основанием в хождении с Мессией Иешуа, чтобы нам ходить в силе и проявлять Славу Божью. Что ж, на этом закончим. До встречи на новой неделе, когда мы начнем новое изучение. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.